Украинские звёзды спускаются под землю, чтобы петь. Сейчас то время, которое мы запомним на всю жизнь. Как позитивно, так и негативно. Центральная станция метрополитена теперь превратилась в главную сцену страны. Тут проводят концерты для военных, медиков, волонтёров и их детей. Организаторы, как и звёзды, считают это своим добровольным вкладом в победу. Первая была пресс-конференция президента в метро, и после этого здесь появились концерты. Здесь безопасно, идея в том, что здесь можно привезти значное количество людей. Впервые с начала войны снова вместе. Группа «Мозги». Артисты с удовольствием добавляют народные песни в свой репертуар. Дети в восторге. Такие акции, такие ивенты, мне кажется, очень правильно и хорошо это делать, потому что дети должны помнить, что они дети. Слава Украине! Война войной, но Наталья Могилевская на всех концертах в платье и на каблуках. Будь то станция метро, воинская часть или госпиталь. На сцене артистка юморит, поет, читает стихи, но во время интервью еле сдерживает слезы. Таких красивых наших мужчин я в жизни не видела. Столько достоинства, столько мужества, столько смелости. И он раненый. Там половины тела нет. А он говорит, я поправлюсь, я вернусь и буду воевать. А это уже другой зал. Фронтмен группы «Без обмежень» отвез семью в родной Мукачева. Записался в местную тероборону, но продержался там всего четыре дня. С гитарой в руках толку от него больше. Как бы мне не было тяжело, я уже сделал кучу ходок. Мукачева-Киев, Киев-Мукачева. Я просто вспоминаю, как людям тяжело в окопах и физически воюя с оружием в руках. Потому у нас просто нет морального права жаловаться. Желаю здоровья, единая страна. Чтобы не плакать, они смеются. Команда вечернего квартала поддерживает свой юмористический фронт. За прошедшие месяцы войны на их счету уже десятки таких полевых концертов. Говорят, конечно, сомневались, время ли шутить. А люди говорят, блин, где вы были раньше? Нам это нужно, немного расслабиться во время этой войны. Это самые лучшие концерты. Люди, которые с нами все эти дни, это действительно народные артисты. Действительно народные артисты. Условия спартанские. Вместо привычных кресел – стулья и скамейки. Вместо сцены – бетон недостроя. Вместо привычного музыкального тыла – только бандура у фронтвумен группы «Гоуэй». Атмосфера была очень теплой. Олег Скрипка привык петь перед украинскими воинами. Из собственного опыта знает о возможной опасности. В 14-м году, по-моему, я летом поехал в Дебальцево ребят поддерживать. Дебальцево наше было. Попали под минометный обстрел. Сидел в окопе, а там сверху летело. Не скажем за всю Одессу, но подпевают и «Молдаванка», и «Пересы». Звездный доброволец Вооруженных сил Украины Коля Серега дал десятки концертов новоиспеченным коллегам. Но каждый – особенный. На днях я играл концерт для спецотряда, которые снаряжаются на передовую, и многие из них могут не вернуться. И я играл для них как в последний раз. Это такое чувство, которое очень сложно передать словами. Если сверху падает звезда, нужно загадать желание. А если сверху падает москаль, желание сбылось. Перемещаемся на запад Украины. Здесь задает юмористический тон команда VIP «Тернополь». Признаются, что все волнения прошли с первой же улыбкой военных в зале. И еще неизвестно, кто кого больше поддерживает. Хотелось на время оторвать их и в большей степени себя от реальности, и немного посмеяться, высвободить через юмор все те эмоции, которые у нас собираются каждый день. Народный артист Александр Пономарев исполняет государственный гимн. Заслуженный артист Михаил Хама – духовный. А потом вместе берутся за Коломыки на злобу дня. Пробуем и поднимать боевой дух. Я чувствую, что это необходимо. А я могу это делать и делаю. И роблю. Они воюют юмором и песнями по инициативе руководства Вооруженных сил Украины. Главное волонтерство, я считаю, для украинских артистов – это культурный фронт. Отвлечь, порадовать, сделать селфи. Простые вещи, поддерживающие украинских защитников морально. А значит, приближают нас к победе. Слава Украине! Слава ВСУ! Я хочу пожать каждому руку, каждому брату из ВСУ, сестренке, и сказать – к победе! Украина победит! Украина переможет! Елена Халик, Владимир Пастух, Виталий Сударкин, Евгений Михайлов для Марафона Фридом.